Всем здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы находимся в Московской области, город Электроугли. Такая честь для нас оказана. Мы прямо на участке дома у нашей мастерицы, нашей выпускницы Академии. Пронина Галина. Галина, вы сейчас являетесь такой успешной, довольно зефирной мастерицей в плане и заказов, и кто-то только об этом мечтает, и у вас рукоделие очень хорошо развито. Вы и детские делаете зефирки, и взрослые. И хотелось бы вообще, чтобы вы вспомнили сейчас, как вы пришли в зефирную флористику. Началось с того, что у меня родилась дочка, третий ребенок, и у нее диагноз ДЦП. Естественно, все ресурсы были отданы на то, чтобы ее восстановить, чтобы она начала ходить. Ездили, лечились в Китае. И там первым делом, конечно, на первом же курсе я увидела мамочку, у которой ребенка был 5 лет. И я поняла, что видно, ей не было помощи со стороны. Можно сказать, ее самой надо было уже лечить. И я поняла, что здесь уже психика очень затрагивается. Вет 10 я занималась Соней, а потом поняла, что надо уже что-то предпринимать, потому что зацикливаться на этих медикаментах, все это уход за ребенком, ты просто теряешь себя. Я поехала в монастырь Николы Сольбинский к отцу Спиридону, это святой. И попросила у него, чтобы он мне наставил, что он мне по жизни будет помогать, то есть вдохновлять, отвлечься от всего. И как бы мы приходим сюда, в этот мир, с какой-то целью. И домой я приехала, через недельку где-то мне дочь говорит, старшая, мам, а ты не хочешь заняться шоколадом? Я, ну, в принципе, давай, попробую. Перед этим я думала, там, может, массажистом, я массажистом, по идее, тоже занималась. Но думаю, буду опять ребенка с кем-то оставлять, а мало ли человек болеет, и я могу инфекцию принести домой. Никак. Ну, а тут вроде как бы дома, с внешней стороны вирусов, как говорится. И я попробовала, мне очень понравилось. Конечно, с самоучкой была, по ютубу все училась, но все равно пришла к тому, чтобы создавать хороший шоколад. Еще почему я начала? У дочки аллергия, ей можно было только горький шоколад, и зефир сказали. То есть для нее полезен. Ну, шоколад я нашла, колебаут, он самый вкусный. И стала из него готовить, учиться. Потом лето наступило, и я думаю, ну, я-то довезу шоколад, а другие могут не довезти до места назначения. Тут в ВК я увидела вашу рекламу на бесплатный мастер-класс. Посмотрела, ну, и зажглась этой темой. Пошла учиться сразу на ВИП-курс в академию. И меня так это вдохновило, впечатлило. То у меня не получится, я об этом даже не думала. Я, можно сказать, и ночью, во сне, все готовила, все там укладывала. И быстро, я считаю, вместо полгода там, да, за два месяца я его весь прошла. Потом прошли новогодний вот этот курс был. и ближе уже я понимаю, что мы еще тогда, сейчас у вас уже тоже, да, листочки на ВИП-курсах, да, в академии. А раньше, помните, бумажки вставляли. Я понимаю, что это, ну, как-то не то. Что-то хочется еще. Малиновка, да, есть еще. Я там смотрела, думаю, уж оттуда что-то взять. А потом у вас вышла курс цветы как с обложки. Я поняла все. Это то, что мне нужно. Конечно, изменять вам не хотелось. Ну, как-то в душе уже есть наставник, он и есть. У них и зефир по-другому готовится, и техника уже немножко другая. Ну, как бы все равно, что-то там присматриваешь, но не то. Вот. И вот пошла на курс вот это с обложки. Это просто было. Очень мне понравилось, и я поняла, что его обязательно надо пройти. Если вот идти выше и наслаждаться вот этими цветами зефирными, я уже даже вот эти обычные, я даже покупателям говорю, я не могу сделать обычные. Вот, ну, никак. Мы выводим флористику на новый уровень. Такого вы еще не видели. Конечно, на курсе вот ВИП очень тяжело было розы для меня. У меня, наверное, вся родня уже слово розы в шок подали. И тюльпаны были для меня сложные. Вот насадка прям целиковая, которая делать. А так, конечно, все замечательно. Как бы мне легко удалось. А вот ваш первый заказ вот этот, помните, как вы вообще вот создавали страницу, как вы начали продавать-то вот это вот? Вот вы пришли на обучение, вот вы делаете цветы, учитесь там варить массу. Как вот у вас, откуда? Первый заказчик, может, помните вот его реакцию? Кто это? Первый заказчик, это она же меня и вдохновила, тоже направляла. Это учительница у моей дочки. Она уже видела, она занимается с такими детьми недавно, как говорится, и видит, что мне тоже, ну, надо меня как-то поддержать, надо. И она говорит, давай, давай, вот. А еще конфеты, а еще мне нравится вот трюфеля, говорит, с Дорблю. Я говорю, какие еще трюфеля? Нет, давай только зефир. Ну, естественно, мечты сбываются. И в наставничество, когда я попала, были конфеты Дорблю. В наставничество я попала, когда захотела, увидела Эль-композицию. Мне очень захотелось. Думала сначала урок у вас купить, но вы сказали, это в наставничество. И я туда попала. И там же вот мечта моей учительницы, не моей, а дочки. Конфеты трюфеля. Ну, естественно, творожный сыр я немножко заменила на Дорблю. Вот это наставничество очень помогает общаться, что-то ты не знаешь, да, и у девчонок спрашиваешь. Они же выкладывают свои композиции, что-то нравится. О, это надо оставить себе там на будущее, попробую. И, конечно, я вот, мне очень не нравится, когда многие девочки говорят, вот, она вот так могла, как я могу свои выкладывать? И мне наоборот, зачем, да, вот как вы говорите, ты посмотри, что у тебя было вот полгода назад себя сравнивай, не надо с другими, ты, то есть, должна стремиться, она смогла, я смогу. Да. Вот это мне вот такая позиция нравится. И вы, получается, только вот, смотря на себя, вдохновляетесь собой в прошлое, да, есть какие-то планы, мечты, и дальше двигаетесь. Нет, я вот так не вдохновляюсь. Я смотрю, увидела, о, красота, надо попробовать так. А потом у вас в наставничестве, мне даже думать некогда. Тут заказ, а там уроки. Про страницу, когда вы вообще вот создали вот эту страницу? Наверное, как-то сразу я сразу пришли, несколько сделала, я шоколад живела сначала, и мы открыли, был инстаграм, но потом он у нас исчез, то есть через VPN никак не получается. У нас ВК было, а потом мы вот в телеграме, то есть у нас телеграм и ВК, там группа ведемся. То есть вот действующие группы, откуда приходят заказы, получается, на данный момент? Авито? Нету? Нету Авито. Вообще сейчас такой век, когда надо развивать вообще все. На всех площадках все это, и везде рекламироваться, везде быть. Вот тогда вот вы сможете вот прям все вот это вот захватить и найти своих заказчиков. По поводу рекламы. У вас как вы, у блогеров рекламируетесь, либо в группах каких-то рекламируетесь, либо таргет настраиваете? Выкладываю на своей личной странице и вот в группах. В группе своей. А как туда подписчики приходят у вас? Ну, ссылка у меня, то есть... А в моей странице у меня прям закреплена запись, то есть ссылка на группу. И группы вашего города, получается, да? В группе нашего города нет. Нигде не рекламировались. А как вы зовете подписчиков тогда к себе на страницу? А знакомые, кто уже был, кто покупал, они заходят и подписываются. И вот, получается, работает сарафанное радио у вас больше? Больше сарафанное радио. Это хорошо. То есть вы уже создали себе имя, да? Можно сказать, о вас говорят, то есть с хорошей стороны. Вас рекомендуют, вас рекламируют, да? И приходят. Это очень хорошо. То есть вот как раз работает сарафанное радио. Вы, можно сказать, себе сделали репутацию, да? Хорошую. И к вам приходят. Галина, вспомните, ваше 8 марта. Какое оно было? Какая была подготовка? Сильно ли устали? Не было ли выгорания какого-то? А вы знаете, я просто стараюсь рассчитывать силы, чтобы и за Сони присмотреть. Там же все равно бытовая тема, да? У нас там и так приготовить, и убраться, и погулять с ребенком, все. И я все равно определенное количество вот в день у меня как бы, что я могу сделать. Потому что мне не хочется вот прям вот так вот, не от души. Я вкладываю вот везде, вот готовлю, да, в каждую розочку, в каждый цветочек, прям душу. Вы прям расцветаете, когда говорите. Мы, наверное, вставим здесь работы, да? Вот покажем, там они будут листаться. Ваши работы, чтобы тоже наши зрители посмотрели и вдохновились. Музыка. 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 ну произвожу это это получается практически авторские букеты да вот придумаю есть конечно вот очень многим нравится вот третий модуль это вот это вот большой вот этот вот букет не то что большой я делаю не то не такой большой а в два раза меньше получается но именно вот эти цветы до сочетания это всем очень нравится нам часто поступают письма и на электронную почту тоже нас везде смотрят и есть те кто все нравится вдохновляются но вот она боится либо у нее там в семье что-то какие-то да неполадки либо сильно загружена либо она не верит в себя вот у вас очень такая тоже история прям сильные женщины и вот чтобы вы могли пожелать вообще вот этим тоже мастерицам будущем зефирная мастерица как найти себя найти свое предназначение не сомневаться а вот понять надо мне это не надо вот как вот это услышать зов своего сердца что да это мое тем более в таких сложных ситуациях на самом деле я не знала что у галины дочь болеет галина она во всех наших проектах она на всех наших курсах и она всегда вот как звездочка самая первая сдает работы самые красивые все аккуратно старается я действительно она думала что вот просто вы всю жизнь свою посвящаете вот этому но есть такое что вот например все время есть для того чтобы посвятить зефиру и как бы как днями и ночами в этом дефирите на самом деле действительно свой огород огромный дом да здесь вас вы многодетная мама вот и как вот все успевать еще и вдохновлять себя верить в себя и так качественно подходить вот к этому делу с такой любовью вы так раскрываетесь это вот где взять силы раскроете секрет потому что хорошее это когда вас поддерживают вашему стремление очень тяжело когда муж там ну если муж она и свекровь сразу а это не интересно зачем ты это нужно и так далее здесь да ну огромную роль сыграла поддержка получается родных меня до сначала конечно не очень верили да ладно потом слава богу ты рада счастлива занимайся читал психологию тоже вот увлеклась одно время и надо представить вот ты что-то хочешь да вот допустим это должно быть естественно созидательное помогать другим и вот ну что ты захотела да допустим вот готовить зефир ты научилась его готовить тебе нравится ну то есть красиво и ты это представила если тебе это действительно приносит радость счастье ты хочешь поделиться этим со всем то да это твое то есть вот кто-то хочет машину ну так вот и вот он копит на нее деньги работает так не покладая рук и сил да и ночью там вот он купил эту машину как вы хотел потом думать а зачем она мне нужно в принципе я и на обычный бы поездил и это говорит о том что не надо это не его было навязанное что-то данным возможно как вот мой у него вот такая машина да я хочу вот такой у нее такой дом я хочу такой дом а он не нужен было к то есть надо представить себя в настоящем как будто ты в настоящем времени у тебя это есть что ты хочешь и если принесло тебе это счастье туда этим надо заниматься к этой цели надо идти все получится и если это созидательное приносит счастье как говорится космос будет в своем распоряжении все будет идти к тебе также вот я захотела научилась до цветы делать а я хочу еще больше хочу чтоб красиво было и вот вы придумали курс обложки допустим все мам вот забыла какой торт аж нужно столько тортов сделали и я открываюсь на следующий месяц говорю антоша твоя мечта сбылась надо юли передать она потому что программу составляет блинный блин да вот у нас как раз перед масленицей было да блинный торт он хотел а уж когда я это икру это сделала все говорю я научилась икру если человек чего-то хочет надо это хотеть от всего сердца и обязательно все получится не опускать руки до не лениться не бросать свое вот это вот желание знаете как вы говорите вот хочешь делай если через силу то лучше если устала через силу лучше да иди отдохни переключись на что-то а потом до свой потому что вот когда у тебя стала и все равно вот как говорится прешь как танк начинает все либо падает либо застывать либо переваривать радости на один и радости не приносит да то есть вот тоже да кто только начал этим заниматься если вы понимаете что это не приносит вам радости вы устали потому что бывает что на первых порах вот это вот не внутренней хотя там и внутреннее желание и внешние желание вот эти вот обстоятельства так все складывается вы делаете зефирите да там или хотите научиться делать замес и вот у вас раз не получилось давай бывает выгораете либо выгораете от большого количества заказов и лучше остановиться потому что это вот и по опыту и по вашему до опыта вот галины потому что радости никакой не будет будет все валится с рук и весь мир будет не мил и я сколько раз замечала даже вот но у меня тоже есть такое что много себе задач наставлю и вот думаю так я ответственно перед людьми от меня много все ожидают и сама жизнь до вселенная там бог того что верит вот меня просто я беру и заболеваю просто вот все я лежу и если я сама не легла жизнь положит и даст вот этот психология написано если тебе надо отдохнуть а ты дальше идешь обязательно что-нибудь случилось так что ты отдохнешь да да уже это уже до проверено то ты отдохнул там в радость куда-то да то ты заболеешь там что-то произойдет такое что все равно ты отдохнешь но уже не так как ты хотела бы на самом деле меня очень вдохновила ваша история я действительно просто вами восхищаюсь это надо силу иметь и как-то вот переключаться вот это вот зефирная флористика вас вдохнула вот этот вот до глоток дала вам вот какой-то вот найти себя я вот честно искренне восхищаюсь у меня нет слов я вот когда узнала я даже говорю заплакала говорю тоже надо говорю насколько вы сильная женщина и возможно нас сейчас тоже смотрят такие же мамы да у которых там проблемы в семьях у которых там особенные дети чтобы вы хотели пожелать его допустим эта мамочка да вот опускаются руки вот она одно и то же одно и то же вот вдруг попалось вот это видео и она ищет себя вам молитва помогла да во первых да я всегда с утра читаю ну вот если у кого такие дети читаю молитвы оптинских старцев и вот именно она помогает вот что должно быть то она и будет вот ну что-то произошло там да не надо так вот себя вот зачем так сделала вот что так вот какая я не умею там или еще что-то не надо себя винить давать обоим себя не мать вот именно как вот я узнала про эту молитву я и устала читать и вот что произошло то произошло то есть мы полностью доверяем получается свою жизнь богу да и так она намного и тебе легче если ты уже раскрепещена то есть ты не нервничаешь естественно ребенок перестает нервничать потому что если ты вот взвинтилась все это разом передается ребенку и как-то мы с ней очень даже встаем завтракаем пока завтракаем я там зефирки эти внуки зефир все взвешивают там или для коржей да вот это поела она там на дорожке походила там мультики и включила быстренько все делаю свои дела потом собираю все идем мы с ней погуляем погуляли опять там обед уже до поели пока там кушает я быстренько опять все взвешу ну у нее опять там какие-то игры какие-то уже мультики но у нас не уже налажен то есть это не то что раньше был до раньше то я и вряд ли бы смогла ну хотя кто знает может быть если человек захочет он может все то есть и найти и договориться даже вот такими детьми все равно можно как-то договориться то есть давай вот ты вот это смотри даже если не очень хорошо понимают вас я лично всегда читала она хоть и говорить не умеет хоть чего что все равно они все равно умные вот в своем плане у них свое мышление они видят что так надо значит так надо вот если она у меня шум не переносит да вот candy не могу там вентиляция да вот но машинка же миксер шумит я на 6 у меня 6 скоростей я понимаю что 6 она не выдерживает пятая скорость я все успеваю сделать и я и сразу сказала извини привыкай но вот на этой скорости вот такой шум будет периодически у нас присутствует да вы вы так выстроили рассказали полностью свой день есть место вот и творчество да и общению с ребенком и в принципе у вас и очень все ухожено очень все красиво вы действительно есть есть чему подражать брать пример водки план да вот у вас выстроен но я стараюсь то есть ли у меня лежит допустим заказ кому это я уже стараюсь распределить так мне в этот сегодня надо сделать вот это вот это вот это и я стараюсь так мы сейчас вот это сделано чтобы ей внимание уделить естественно и поесть приготовить все надо и у меня как бы мини план на день я его вот делаю ну вот слава богу меня и муж приезжает допустим ну что там успеваешь там если что там и она уйдет у него там посидит потому что нас телевизор и компьютера она не переносит у нее сразу они все в наушниках у нас если играет или мультики но фильмы нам смотрят все он ее забирает себе и я уже доделываю все все сделала план выполнила мне кажется после такой истории будет стыдно кому-то вот вы прослушали отпускать руки вот вот действительно вот какие наши проблемы по сравнению с тем в чем вы живете какие у вас вообще планы дальнейшие на зефирную флористику кем вы себя видите там через пять через десять лет вот может быть хотите больше это масштабировать либо вы так но останется на уровне например вы будете брать заказы будут у вас приезжать забирать заказы но и как бы на этом либо вы хотите чего-то большего о чем-то мечтаете ну конечно хочется уже так подумываем дети то у меня двое старших уже большие хотим вот кафе попробовать открыть хочется чтоб люди приходили теле там посидели выбрали в снежки свои да там атмосферы так вот знаете что пришли отдохнули кофейня с витриной получая также вот у кого-то я как вот наставничество чем хорошо одна девочка вот показал ей муж там стойки сделал то есть они за столиком приходят садятся сидят на витрине выбирают там кофе чай поели помили отдохнули хотели там жене подарок там маме до стойки такие у нее спорта дарят и она туда букеты как-то вот так вот тоже хочется это вот прям очень понравилось вы любите жизнь вы любите творчество и вот у вас это все получается дай бог вам и дальше чтобы у вас все было везде благословенно ну что ж мои дорогие я думаю что все вам тоже и напутствие уже галина сказала да и вас вдумаю вдохновение что тоже вам пожелать хорошего дня всегда верить в себя свои силы и знаете что у вас обязательно все получится скорых встреч всем пока пока